Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это ролик, посвященный The Isle, а точнее, рубрике Тайны The Isle. Перед началом данного выпуска, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Как вы поняли из названия ролика, речь сегодня пойдет о команде Apollo Engineering, которая очень тесно связана с игрой The Isle. Apollo Engineering. Вымышленная человеческая организация на острове, предположительно, ответственная за создание всей фауны в игре. Также являются владельцами островов V3, Isla Spira, Tenyava, Getaway, то есть известных нам карт в игре. Имейте в виду, что никакой известной конкретной истории об острове вроде бы не существует. История этой игры известна только разработчикам, которые иногда путаются в своих предположениях. История до сих пор была собрана воедино несколькими расплывчатыми передачами изображениями от команды разработчиков. Биография. Apollo Engineering является генетической организацией, единственной целью которой является создание генетических гибридов. Судя по старым экранам загрузки и экранам смерти, организация занималась изучением поведения созданных ими динозавров. Они изучали области, в которых у животных есть некоторые проблемы, такие как плохое зрение, скорость передвижения, рост динозавров, вывод нового потомства, и они обращались к штаммам, чтобы решить эти проблемы. Что такое штаммы? То есть, грубо говоря, Apollo Engineering занималась разработками изменений в генетическом коде динозавров на острове, создавала и пыталась создать сверхсуществ, населяющих острова. Возможно, команда Apollo пыталась таким способом вывести сверхсуществ для их дальнейшей продажи. В качестве смертельного оружия для больших террористических организаций или сверхдержавам планеты Земля. Так или иначе, команда Apollo абсолютно не щадила даже своих сотрудников, наемников, которые добывали некоторые экземпляры на островах. Они не считались полностью с их гибелью. Похоже, их конечной целью являлось создание идеального животного. Их главным образцом и первым являлся Magna Tiranus Solus, способный убить Гиперекса. Да, два сверхновых существа созданными командой. Ясно, что они отдавали предпочтение динозаврам, которые, по-видимому, были самыми сильными созданными ими животными, и использовали их в качестве основы для своих испытаний. Все острова игры, предположительно, были найдены именно Apollo Engineering, а затем было построено несколько сооружений для содержания динозавров и наблюдения за ними. У конкурентов компаний, другой вымышленной организации, да, кстати говоря, известной как Phoenix Corporation, было несколько активов, за которые Apollo и Phoenix сражались. Если вы думаете, что Apollo Engineering единственная компания, которая была на острове, нет, вы сугубо ошибаетесь. Кстати, на канале есть плейлист сериала Apollo Engineering, где много чего можно узнать об истории Apollo Engineering. Так или иначе, наш сериал тесно связан с лором игры. Продолжим. Известные активы Phoenix включали Сиация Магнатирануса Соуса, Разрушителя Трона, кстати, о нем данные неизвестны, Альфонс, так называемый, Кецелькуатль, Нова, Новораптор. Предполагается, что выпуск Матриарха, Магнатирануса, или какого-то другого неопознанного актива, привел к тому, что острова были покинуты Apollo Engineering, так как созданные существа командой Apollo нанесли ущерб островам. Также все их изучения, в том числе генетические, вышли из-под контроля. Существа, грубо говоря, вырвались наружу и уничтожали все на своем пути. Известные активы Apollo Engineering штаммы Гиперэндокринный Тирнозавр, Гиперэндокринный Спинозавр, Гиперэндокринный Гиганатозавр, Гиперэндокринный Ютораптор, Гиперэндокринный Корнотавр, Нейротернический Спинозавр, Магдитиранус Солус, Гуманоиды. Тоже, кстати, интересная задумка и тема игры. Ехидно-Нейротеническая Аномалия Были созданы внутри человека. Возможно, туземцами, населявшими острова, которые были обнаружены командой Apollo. Гиперэндокринный Колосс. О нем мало, кстати, что известно, но в дальнейшем мы попробуем все выяснить. В некоторых докладах Apollo Engineering говорилось о том, что файлы были стерты. И все, что о нем было известно, полностью исчезло. Тисопластический Жнец. Утверждалось командой, что существовало около 12 активных экземпляров и описывалось, что Жнец Тиса был создан неким доктором Вегей. Известные объекты команды Apollo. Записи указывают на то, что у многих динозавров были свои загоны. Хотя они были либо разрушены, либо еще не созданы разработчиками. Однако в порту у карты В-3 есть несколько больших клеток. Возможно, там когда-то содержались некие генетически модифицированные динозавры. Устров В-3 Порт Груз Комплекс Близнецов Казармы Электростанция Радиовышка Плотина Очистные сооружения Устевая плотина Устров Таньява Бункер Насос Исла Спира Гавань Гэтуэй Это самые известные постройки команды Apollo Engineering Самые известные сотрудники, но пока что нам мало что о них известно Лоуренс Картер Он помог якобы приобрести активы для Apollo Engineering от операции Inferno Доктор Родриго Вега Работает на Apollo Engineering Работает с молекулярными методами для популяционной и ландшафтной генетики и геномики, биологии сохранения, биогеографии и филогеографии Операция Inferno Цель операции Inferno состояла в том, чтобы захватить активы организации Phoenix Apollo Engineering добились успеха и они получили Магна Тирануса, Кецель Куатля, третий неизвестный актив и Нова Раптора Операция Всеобщий Как это звучало со слов команды Apollo Также с их секретных докладов Фаза первая Описывала первую попытку Apollo Engineering создать идеальный организм Начиная с Магна Тирануса В нем рассказывалось об экземплярах B-442 и B-443, которые были убиты в ходе операции Inferno Фаза вторая Крушитель Трона, так называемая Это занесено в список неизвестного класса Не знаю, узнаем мы о ней когда-либо или нет Фаза три Альфонс Создание первого Кецель Куатля Фаза четыре Репликация Неизвестно Это декодированное сообщение Все данные полученные на этом этапе Вот что гласит Репликация является противобалансом для эволюции профиля Профили будут адаптироваться и преодолевать препятствия или стареть Ну и самый известный, наверное, доклад Который только звучит с командой Apollo Engineering И то, чем они занимались Это Матриарх Матриарх, кажется, занимает ключевое место в изучениях на острове По крайней мере, острове В3 Предположительно, это было сверхмассивное существо И разработчики, кстати, подразнили его гигантским скелетом Который виден на острове В3 Сейчас он погружен в озеро Титан Также упоминается, что он был создан из других гибридов Что это был еще один актив Либо созданный с использованием актива Магнина Тирануса Либо взятый непосредственно у Phoenix Corporation Разработчики упоминали, что массивный скелет Который, по слухам, является матриархом, не умер от голода Возможно, он был убит другим матриархом Гиперколоссом или другим неизвестным активом Ведь все тайны Apollo Engineering, скорее всего, мы не узнаем до конца никогда А если хочешь узнать То прямо сейчас подпишись на канал Поставь пальчик вверх И вскоре вас ждет очередная раскрытая тайна вселенной The Isle Всем хорошего выживания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok